Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим с вами Владимир Яура, и это программа Автостоп. Сегодня мы хотим поговорить об автомобиле достаточно примечательном. Начнем с того, что он уже на протяжении целого ряда лет занимает верхние строчки в топ-продаж среди автомобилей класса LCV. Недавно он пережил модернизацию, и, наверное, вы уже догадались, что сегодня речь у нас пойдет об автомобиле Lada Larcus. Ну, что можно сказать о нем? Это первенец проекта, когда Рено объединился с АвтоВАЗом. И, собственно говоря, это был тот автомобиль, который был построен на платформе Безеру, известной как Беноль или Логановская платформа. И сегодня он пережил, ну, скажем так, если не кардинальное обновление, то такой достаточно глубокий рестайлинг. А что из этого получилось, мы сегодня с вами вместе и разберемся. Новая Lada Larcus, скорее всего, станет предпоследней новинкой АвтоВАЗа, выдержанной в фирменном X-стиле открытым шеф-стилистом Стивом Маттином. После Larcus будет только обновленная Веста, а дальше? Дальше ренолюция, новые платформы и новый стиль. Кстати, родной брат нашего Larcus, дача Logan MCV, сегодня выглядит так. Не знаю, как вам, а на мой взгляд, наш Larcus смотрится не хуже. И все это заслуга, и к стиле хромированные бумеранги молдингов, вписанные в передний бампер, здорово омолодили внешность заслуженного трудяги. Черная ячеистая фальшрадиаторная решетка – привилегии исполнения люкс. На простом Larcus она выглядит не столь авангардно, но тоже стильно. Решетка эффектно завязана с новыми блоками фар головного света. Практически такие же ставят на новые Logan и Sandero в России. Здесь нет светодиодов, зато есть дневные ходовые огни. Попутно обновились передние крылья и крышка капота. А еще новая передняя часть значительно улучшила прикладную аэродинамику нового Larcus. Подъемная сила, неизбежно возникающая при движении на высоких скоростях, была снижена на весомые 16%. Но это так, к слову. В принципе, обновлением передка весь рестайлинг или фейслифтинг и ограничился. Сбоку и сзади это все тот же 9-летний Larcus. Разве что сзади появилась камера заднего вида и парктронники, но о них чуть позже. Есть места под парктронники и в переднем бампере, но самих излучающих элементов нет. Скорее всего они появятся позднее, а пока вы можете установить их самостоятельно, благо, что места для этого уже обозначены. Гораздо больше перемен внутри. Здесь появились новые передние кресла, новая торпеда, новый руль и много чего еще. Например, центральный подлокотник на передних креслах и подстаканники для пассажиров третьего ряда, тех самых мест для поцелуев. Кстати, этот третий ряд и превращает Таду Larcus не только в семиместный автомобиль, но и в уникальное транспортное средство в своем сегменте. Подобных автомобилей по близкой цене рядом не наблюдается, от слова совсем. Правда, багажника в семиместном варианте конфигурации салона у вас не будет. Он появится, если вы сложите сидение третьего ряда, откроется простор более чем в полкубометра, да еще и с ровным полом. Так что у вас всегда будет свобода выбора возить либо груз, либо пассажиров. А что вы хотите? Lada Larcus – универсальный автомобиль как по кузову, так и функциональным возможностям. И, как всякий универсал, новый Larcus демонстрирует внимание к мелочам, например, к размещению мелкого багажа, неизбежно следующего в каждом путешествии, будь то поездка в отпуск или ближайший супермаркет. Для этого здесь есть вместительный перчаточный ящик, бокс в центральном подлокотнике и даже потолочная полка над сидениями второго ряда. Согласитесь, еще вчера такое внимание к деталям было не характерно для продукции отечественного автопрома. Впрочем, нам уже пора в путь, чтобы посмотреть, как новый Larcus поведет себя на дороге и попутно продолжить знакомство с новинкой. Новый, вернее, обновленный Larcus – автомобиль собирательный, причем собирательный в прямом смысле этого слова. Ну, про внешность мы уже немного рассказали, теперь можно коснуться интерьера. Здесь мы наблюдаем интерьер передней торпеды от Дастера, приборный щиток от Весты, ну и еще тут целый ряд деталей, которые, в общем-то, позаимствовал новый Larcus от продукции АвтоВАЗа и Рено. Ну, в том числе, вот, например, сидения, на которых мы сейчас сидим – это сидения X-Ray. Покажу сразу, они достаточно удобные действительно здесь по сравнению с тем, что было раньше. Они располагают к долгой поездке, здесь также сохранился лифт сидения, здесь довольно удобно его регулировать, перемещая вперед-назад. Для этого, в общем-то, есть такая душка, я думаю, что она была и раньше, но не так часто мне приходится ездить на этих машинах, поэтому я оценил это как плюс. Что касательно переднего торпеды от Дастера, ну, многие говорят, что могли бы поставить что-то и поновее, но я хочу сказать, что, в принципе, Дастеровская панель в данном случае, я считаю, что это такое хорошее решение для этого автомобиля, которое, с одной стороны, не подняло заоблачную цену, ну, а с другой стороны, в общем, она достаточно эргономична. То есть здесь есть ряд целых функций, например, тот же мультимедийный центр, который тоже перекочевал сюда полностью с Дастера. Это я уже по функционалу знаю, поскольку сам являюсь владельцем Дастера. Ну, что еще можно сказать здесь из плюсов, которые здесь появились? Во-первых, это, конечно, появились ступенчатые подогрев сидений. Если раньше им было неудобно пользоваться, потому что он находился на сидении, как, собственно говоря, на тех же моделях Рено, то сейчас он перекочевал на центральную консоль, правда, вниз, но все равно дотянуться до них можно. Кстати сказать, в вот этой топовой комплектации, на которую мы сейчас едем, а это Lada Largus Cross, есть обогрев сидений и сзади. Там же находится, в этом же блоке находится и USB-разъем для подзарядки гаджетов, и ниже есть еще и розетка для 12-ти вольта, которую, в общем-то, можно использовать для дополнительного питания каких-то других потребителей. Что еще я бы отметил положительного, что здесь появилось? Ну, уже сказав, что Largus – это образ собирательный, еще один элемент, который перекочевал сюда из продукции АвтоВАЗа – это рулевое колесо. Рулевое колесо здесь от Весты, оно мультифункциональное, то, чего раньше не было. Причем здесь появился и режим подогрева руля, который активируется достаточно быстро, и я скажу, что мне пришлось уже покататься на этом автомобиле довольно продолжительное время, и погода была, скажем так, совсем не майская и не летняя. Так вот, рулевое колесо нагревается здесь достаточно быстро, и пользоваться этим режимом очень удобно. Что еще здесь можно отметить в развитии этого же, что дало это мультифункциональное колесо? И, кстати, в чем есть отличие от того же Duster? Если посмотреть и вспомнить французскую эргономику, то там управление магнитолой вынесено на рулевую колонку, она находится внизу, и, в общем-то, пользоваться им достаточно проблематично. Ну, требует, по крайней мере, привычки. Здесь, на мультифункциональном руле Ларгуса, регулятор громкости вынесен на рулевое колесо, поэтому здесь можно на спицу все делать достаточно оперативно. Также сюда на рулевое колесо вынесен и переключатель, активирующий режим круиз-контроля, и ограничитель скорости. То есть то, чего раньше не было на предыдущем Ларгусе, теперь есть. И все за те же, скажем так, деньги. Из положительных моментов, наверное, стоит отметить, это появившийся здесь датчик дождя и света. Тоже я в этом деле в его работоспособности убедился, поскольку, когда я катался, погода была не самая лучшая. Ну, по крайней мере, он действительно отрабатывал свое. То есть как только стекло начинало покрываться каплями дождя, ну, тут же, собственно говоря, и происходило включение дворников. Автомобиль в комплектации, который находится у нас, это Кросс. Как я уже сказал, он располагает семиместным салоном. Здесь есть ряд удобных вещей, которые появились там. Это подстаканники для третьего ряда сидений. Доступ туда, в общем-то, открывается неплохой, если откинуть сидения второго ряда. Створки можно раскрыть задние не только на 90 градусов, но и на 180. Для этого есть там специальные приспособления, то есть для погрузки, если использовать его именно как коммерческий автомобиль, то здесь, я думаю, что это такое неплохое решение. В общем, я не буду врать, я, опять-таки, говорю, не так часто пользовался старым Ларгусом, поэтому, может быть, он был и раньше, но, по крайней мере, сейчас это сохранилось. И это действительно такая полезная опция, которая, не опция, вернее, а деталь этого автомобиля, который, в общем-то, я думаю, заслуживает такого хорошего внимания и одобрения. Что еще здесь можно отметить из новинок, которые появились? Ну, переместились с капота на жабо, которое находится под капотом. Это форсунки омывателя. То есть они теперь не украшают капот, они сместились в такую непросматриваемую водителем зону, но работают они достаточно эффективно. Причем, что здесь хорошо, они здесь не струйные, а дают довольно широкий такой факел распыла, что позволяет достаточно быстро чистить ветровое стекло эффективно. Единственный минус, который я здесь вижу, это, конечно, повышенный расход омывающей жидкости. И, как плюс, вы получаете эффект быстро очищающегося стекла. Наверное, здесь можно отметить еще целый ряд деталей, в том числе это работу двигателей. Здесь мы имеем под капотом два варианта. Это оба двигателя рабочим объемом 1,6. Один из них это 90-сильный мотор, который прошел довольно серьезную переработку. У него шатунно-поршневая группа, иная, у нее модернизирован коленвал. Его умудрились разогнать. Предыдущий двигатель, если кто помнит, развивал 87 сил, сейчас добавили 3, и он развивает 90. В основном их будут ставить на машины коммерческие. И есть двигатель, который у нас стоит, это 106-сильный. Он достаточно известен, в общем-то он не является откровением. Я бы, конечно, отметил одну такую деталь. Мне, по крайней мере, показалось, что при тех 106-силах он бы мог быть и порезвее. Но, опять скажу так, что здесь возможно это следствие того, что этот автомобиль, на котором мы едем, на сей момент он пробежал всего 119 километров. Скорее всего, просто он не обкатан, поэтому что-либо требовать от него какого-то такого спортивного спура, наверное, не стоит. И, кроме того, не будем забывать, что, в общем-то, Largus это автомобиль двойного назначения. Это все-таки LCV, его главным предназначением является перевозка грузов и пассажиров, в общем-то, а не демонстрация каких-то высоких спортивных достижений. Что еще здесь можно отметить? А, здесь появилось полностью обогреваемое ветровое стекло. То есть тоже, согласитесь, вещь, чего на предыдущих Largus'ах не было. И, в общем-то, для современного автомобиля, наверное, это такой момент, который, в общем-то, уже как бы входит в набор обязательных опций и подобающих каких-то приличий. Точно так же, как и камера заднего вида. Потому что автомобиль достаточно протяженный, и при маневрировании задним ходом, наверное, все-таки наличие этой камеры оказывается абсолютно не лишним. Что тут, правда, вызвало некое недоумение, это то, что вот недавно буквально мы катали новую Niva Travel, и там камера заднего вида, она работает в паре с омывателем. Здесь такой опции нету, даже, в общем-то, и как опции нету, не то, что как конструктивного элемента. Но, опять могу сказать, что вот именно в первую поездку, я уже говорил, что она проходила в погоду достаточно такую серую, унылую и грязную, за все время поездки, а я проехал где-то порядка 60 километров, конечно, не так много, но все равно в условиях, опять-таки, говорю, интенсивного загрязнения, камера продолжала работать и, в общем-то, грязью не закидала. Хотя, казалось бы, в общем-то, вертикально стоящая задняя стенка, она должна была бы как раз приводить к тому, что там создается зона разряжения, и туда должна была бы грязь наметаться. Но ничего, камера отработала. Опять еще один момент, который уже связан с камерой, это то, что камера здесь работающая, она рисует статичную траекторию. Динамику она не показывает, и вот тут, в общем-то, довольно интересный момент, потому что на той же Вести, эта же картинка, она именно рисуется динамическую траекторию, то есть, что удобно при маневрах, особенно на каких-то стесненных парковках или где-то в узких каких-то условиях стесненных. Почему ее не поставили сюда? Ну, опять мое предположение, потому что здесь, в общем-то, вся приборная панель, я думаю, передняя панель и вся электроника, она перешла сюда с Дастера. А на Дастере первого поколения, в общем-то, статик стоит, она, наверное, появится, может быть, на втором, но, скорее всего, это именно следствие такой вещи. Потому что, если бы пересчитывать, допустим, ту же Вестовскую, ну, наверное, это сказалось бы на цене модели. Я думаю, что, в общем-то, для первого знакомства на этом можно было бы и закончить, стоит подвести итоги. Итак, что мы имеем? Мы имеем автомобиль семейства LCV, как я уже сказал, не столько новый, сколько обновленный, его тяжело назвать новым, поскольку силовой каркас кузова остался прежним, изменилась слегка внешность, но давайте посмотрим. Я считаю, что это неплохой выбор, уже хотя бы потому, что в этом сегменте найти автомобиль с семиместным салоном вам просто не удастся по такой цене, даже если брать топовую комплектацию, которая практически подходит к 900 тысячам, даже где-то там чуть-чуть не дотягивает до миллиона, но здесь, наверное, это не недостаток, а скорее достоинство, потому что, я говорю, вы в этом сегменте не найдете автомобиля, а тем более столь упакованного, как сейчас. Поэтому, на мой взгляд, это повод присмотреться к этой модели, ну и сделать, наверное, правильный выбор. Вот, собственно, и все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Мы благодарим дилерский центр Норд Автолада, расположенный в Твери, в самом центре города, на улице Коробкова 5, за помощь в проведении нашего драйв-теста. Ставьте лайки, пишите комментарии, хотелось бы узнать ваше мнение о новинке. И подписывайтесь на наш канал Наш Девиз «Все об автомобиле доступно и достоверно». Удачи вам и вашим авто. Пока!